Здравствуйте! На этом видео я вам покажу, как вяжется трехгранная бусинка. Она является основанием для мотива вьюнок Малахит к моей серии Малахита. На многих видео, которые я видела в интернете, не всегда показано четкое начало, основание. Это являлось затруднением и для меня при обучении этого шнура. Поэтому разобравшись, я хотела бы вам показать его и включить МК, чтобы вы не искали, как это вяжется. Формируем первую петлю, не затягиваем ее, это будет первая петля, вторая уже петля на крючке и третью петлю мы провязываем. Замыкаем это все в кольцо. Вяжу сейчас очень слабо, чтобы было видно, где какие петли. Замыкаем кольцо соединительным столбиком и на этом кольце на верхних петлях провязываем столбики без накида по кругу. Это будет вязание по спирали вверх, лицевая сторона у нас будет внутри, а изнаночная будет являться лицевой частью. Итак, мы провязываем, это у нас первая, раз, два, три. Все, мы провязали. Теперь нам нужно очень тщательно найти изнаночную сторону каждого столбика, а это являются, они сами вот так выпуклые, торчат эти петельки, две. Мы захватываем и на них провязываем столбик без накида. Теперь находя каждый раз, он прям под сам подходит эти две петли изнаночная сторона каждого столбика без накида и мы по кругу вяжем столбики без накида, захватывая две задние петли изнаночного ряда столбиков без накида и сейчас мы идем по спирали. Теперь я с вами повяжу, немножко убегаю из кадра, потому что в кадре вяжется сложнее, чем за взгляд за кадром. Вот они опять прям так показывают свои такие ребрышки, задние части столбика без накида и мы их провязываем столбиками без накида. Именно две петелечки они зафиксируют хорошо потом гусеничку, гусеничка гибкая, шнурок такой аккуратный, гусеничка. Его можно применить как бретелька и как шнур, поясок, на любой мотив, мотив в ирландском кружеве можно применить и он такой благодарный очень. Вот этот шнур гусеничка, потому что изгибается очень легко, хорошо в разные стороны. Провязывая, провязывая и видим эти грани, вот так мы положили, получается, это верхняя грань, две нижние у основания и сфокусируем. Вот она немножко будет закручиваться в процессе вязания. Вот так вот можно посмотреть граните. Вот еще повяжем с вами, чтобы у вас наработался навык. Слабо специально вяжу для того, чтобы было объемно и видно. Ниточка сейчас у меня ирис, вот простая обыкновенная ниточка, крючок один и один. Вяжу только для того, чтобы вам было видно и понятно. Можно было очень большим крючком и толстой ниткой, но так как мотив является основанием для мастер-класса, малахи, то я максимально приближенно вяжу его к действительному мотиву. Не спеша, не торопясь, Глазки не напрягаем, руки не напрягаем, чтобы они у нас не болели, судорога не стягивала, пальчики, чтобы свободно. Так вот наслаждаемся вязанием, потихонечку, не спеша, не спеша, миллиметр за миллиметром, мы формируем гусечку. Шнур нужной нам длины.